Ребят, всем большой привет! Немножко пропало, да, уже спрашиваете, почему нет видео, куда я исчезла. Я вчера, честно, пыталась записать видео, но как-то, знаете, даже говорить сложно, поэтому решила, что нет, запишу сегодня. Сегодня я пытаюсь взять себя в руки и пытаюсь как-то настроиться всё-таки на позитивный такой лад. Что произошло? Произошло... В общем, у моей мамы случился инсульт, уже неделя, наверное, прошла. Вот когда я выпустила вам видео, последнее, которое было у меня на канале, уже это всё случилось как раз после того, как я вернулась домой. Вот, и я как-то морально... Вы знаете, вроде бы всю жизнь продолжается, и исход, скажем так, не самый плохой. То есть мы боремся, мы занимаемся и всё такое. А вот моральных сил вообще нет, нет настроения. И это не те эмоции, которыми я хотела бы с вами делиться. Но жизнь, она такая, да, бывает белая полоса, бывает чёрная, бывают хорошие события, бывает так, что случается что-то в семье, случается что-то с близкими. Ну, жизнь такова, никуда от этого не деться. И поэтому, ну, наверное, нечестно показывать, да, я всегда говорю о том, что нечестно только рассказывать о том, что всё замечательно и прекрасно, и создавать какую-то иллюзию, которая на самом деле не существует. Мы все люди, и жизнь у нас плюс-минус течёт с разными, да, событиями. Наверное, омрачена ситуация именно тем, что к нам даже скорая приехать не захотела. То есть когда это случилось, у мамы случился инсульт, она была у себя дома, и мы вообще случайно это обнаружили. То есть с ней созвонились и поняли, что у неё что-то с речью не в порядке, то есть она не может нормально разговаривать. Ну, и потом уже и голова болит, и плохо. Я начала вызывать скорую в тот день. И что хочу сказать, скоро не приехала, несмотря на то, что инсульт случился. Нам сказали, ну, выпейте таблетку, мы, может быть, завтра приедем. А вы сами понимаете, что в такие моменты нужно очень быстро действовать, потому что человеку уже очень-очень плохо, и могло быть всё, что угодно. Хорошо, что у меня тётя доктор, она быстро договорилась, то есть я с ней созвонилась, она быстро договорилась с больницей, с докторами, и, в общем, её отвезли в больницу. Уже вот неделю она находится в больнице. Плюс-минус состояние стабильное. Это, конечно, радует. Единственное, что да, я морально как-то… Ну, морально это всё тяжело, потому что ты не знаешь, что будет дальше. И в любом случае уже как было, не будет. Это нужен и постоянный уход. И, в общем, много разных предстоит таких испытаний, которые, я уверена, что многие с таким сталкиваются. Вот. Сегодня что? Я уже помыла голову. Стараюсь как-то себя настроить. Вот было такое, что и делать ничего не хочется. И в любом случае мысли заняты только этим. И понятно, что я там езжу к ней в больницу. Хорошо, мы опять же меняемся с моим дядей и тётей. И они ездят, и я езжу, потому что это за городом. И мы так, знаете, по очереди покупаем лекарства, привозим еду, там с ней проводим время, что-то помогаем там. Ну, всё как обычно, когда случаются такие дела. Я впервые, конечно, сталкиваюсь с таким. Поэтому сложновато. Морально. Морально сложновато. Понятно, что всё это делать можно. И мы всё это делаем. Как-то пытаемся справиться с ситуацией. По мере поступления каких-то вопросов мы их решаем. Вот. Уже прошла неделя. Уже что мы будем делать? Забирать её будем домой в воскресенье, в понедельник. Дома она там приведёт себя в порядок, потому что в больнице даже душа нет. И как-то так мы обходимся. Она обходится подручными средствами, так сказать. Домой приедет, приведёт себя в порядок. И в понедельник также помогли родственники. И кладут её в областную больницу на две недели на реабилитацию. Инсульт у неё ишемический. Это ещё, знаете, там есть две разновидности. И это, скажем так, меньше из зол, потому что когда случается второй вариант, то там идёт кровоизлияние. Это гораздо хуже и сложнее в процессе реабилитации. Здесь ишемический инсульт пострадал, пострадала речь у неё. То есть я вот насколько максимально стараюсь с ней разговаривать, чтобы понять, как и что у неё вообще в голове происходит. Говорит, что все слова помнит, но сказать их не может. Ну иногда, конечно, есть моменты, там что-то она не помнит. Но когда ей напоминаешь о каких-то событиях из жизни, она вспоминает. Ну в общем, у нас вот такая вот ситуация. Естественно, всю неделю мы занимаемся мамой. И морально, сами понимаете, что сложновато. И я понимаю, что нужно как-то стараться ободриться. И не хочу впадать в какую-то там депрессию, потому что кто поможет, как не мы. Нужно, наоборот, как-то находить в себе силы, чтобы быть сильным. И ей больше не на кого, по сути, надеяться. Поэтому вот мы все будем ей в помощь. Сегодня у меня по плану, я вот сейчас хочу быстренько привести себя в порядок. Поеду в Кеймед, потому что давно там не была. Тоже как-то я никак не могла добраться. Но хочу уже ближе к осени вот сейчас заняться своим лицом. Кстати, вот я без макияжа, у меня потихонечку пигментация уходит. Это не может не радовать. Это так уже с темы на тему перепрыгиваю о планах. Вот. И пообщаюсь с Татьяной Владимировной, что делать с лицом. Может быть, сделаем какой-то РФ лифтинг. Потому что тоже, чтобы ничего не плыло. В общем, чтобы все было красиво. Вот такие планы. Сегодня поеду в Кеймед, я думаю, что тоже поснимаю влог для вас. Там о процедурах, что можно сделать, что нужно делать осенью. Так как у нас бьюти все-таки присутствует на канале. И такие вопросы, которые многих женщин волнуют, я постараюсь вам поснимать. Хочу немножко убрать сейчас дома. Вообще, в принципе, все чистенько, аккуратно, но так, по-быстрому что-то убрать. Вчера пекла пирог, кстати. Я знаю, что из меня кулинар никудышный. И я даже пыталась снимать рецепт вам. Но, опять же, какое-то такое настроение было. И я вообще не знала, что у меня получится или не получится. Кстати, получилось очень-очень вкусно. И в следующий раз, когда я буду печь пирог, я, наверное, сниму вам уже этот рецепт. Потому что все получилось. Я пекла пирог по типу шарлотки, но немножко по-другому. И я делала с яблоками и с грушей. Короче, у меня все домашние заценили. Очень вкусно получилось. И я прям, знаете, мои кулинарные способности выходят на новый уровень. Но, на самом деле, я почему-то всегда себя так, знаете, недооцениваю. Я вот думала выйти, может быть, в эфир сейчас. Может быть, и выйду. Сделаю небольшой эфирчик, так, собиралку. Мне, по сути, ехать к косметологу. Мне макияж не нужно делать. Но, может быть, мы в эфире что-то сделаем с вами. И сегодня у меня должна была быть тренировка. Но я вместо пятницы вчера позанималась. То есть два дня подряд в среду я была на тренировке. И вчера я поехала, побегала. Потому что очень давно не бегала. И прям соскучилась. Пробежала 4 километра. Почувствовала прям прилив энергии. Что ни говори, конечно, спорт заряжает. И потом еще немножко позанималась. Но сегодня проснулась просто с жуткой крепатурой. И решила, что, наверное, сегодня пропущу тренировку. Вот я сейчас пока привожу себя в порядок. Быстренько высушу волосы. И буду... Ну, что у меня? Еда, в принципе, готова. Ритуля со школы придет. И поеду в Киемед. Конечно, жизнь у нас меняется. Потому что маме нужна будет помощь. У нее руки болят. Она много чего сама не может делать. Короче, наверное, период этот реабилитационный. Будем ездить, помогать ей. Вот. Я уже была у нее дома. Тоже там немножечко уборку навела. Повыбрасывала. Там какие-то продукты, которые пропали. Так как она сразу, можно сказать, поехала в больницу. И там все как было, так и осталось. Вы мне напишите в комментариях, снимать ли мне вот эту часть моей жизни. Потому что, опять же, я вот, кстати, хотела об этом вам сказать. Часто мне пишут, вот ты детей не показываешь, ты тех не показываешь. Но мой блог — это про меня, да, в основном. То есть я показываю себя. Не все хотят сниматься, не все хотят, чтобы я освещала их жизнь. И дети, и родственники, к примеру. То есть это не семейный блог, в котором все принимают участие. Но, не знаю, если мама, например, будет не против, чтобы я ее показывала. Может быть, через время я ее покажу, если только она будет не против. Потому что это как бы отдельный человек, и она как бы не подписывалась на то, чтобы ее снимали. Это же касается моих детей. То есть если я не показываю Катю, если я не показываю Риту, это не значит, что их нет в моей жизни. Что я? Я вот сейчас как будто оправдываюсь, но на самом деле я просто отвечаю на вопросы. У меня такое, знаете, немного подавленное состояние, естественно, очень уязвимое на сегодняшний день. И даже на какие-то комментарии я, если раньше я могу в нормальном состоянии не реагировать, то сейчас я более уязвима все-таки и более как-то так болезненно, наверное, на многие вещи могу реагировать. Но это такой просто период. Вот. И когда там пишут, что вот, ты там детям не уделяешь внимания или еще что-то, да я просто не показываю, показываю только там 10 минут из своей жизни. И там я снимаю, что я делаю, куда пошла и какие-то там штучки бьюти. Вот. Так что вот так. Я вообще на самом деле снимаю. У меня не было как-то, да, настроения не было, на что тут юлить. Хочется дарить немножко другие эмоции, понимаете. И я так не снимала, но понимаю, что, ну, это не честно. Все равно мы люди, мы разными событиями наполнены в нашей жизни. Но, тем не менее, мне все равно хочется вам дарить более позитивный какой-то настрой. Ну, сейчас так. Сейчас так, и я, наверное, по большему счету снимаю это видео для того, чтобы... Люди, вы спрашиваете, просто вы мне пишете и в Директ, и в Инстаграм, и здесь в комментариях уже спрашиваете, куда я пропала. Мне, конечно, приятно, что вы волнуетесь и спрашиваете. Значит, все-таки не зря я здесь. Вот. Поэтому я для вас такое небольшое объяснение, что происходит. Ну, не самый лучший период в жизни. Я очень надеюсь, что мы справимся с этим. Понятно, что никто не молодеет. И у меня мама пожилой человек, и она нездоровая, у неё там и диабет, и возраст, и давление высокое. В общем, это привело, конечно, к тому, что есть сейчас. Но мы как бы делаем всё, что можем. Поэтому вот такие вот дела. Я сейчас выгружу это видео. Просто это такое небольшое объяснение. Это понятно, что это не домашний влог, не готовка, не веселье, не мой день. Это просто небольшое такое объяснение, что вообще происходит. И я сейчас, наверное, посушу волосы и выскочу в эфир. Поболтаем с вами, я отвечу на ваши вопросы. Но это видео уже выйдет, так что вы будете немножечко в курсе. И огромное спасибо всем за поддержку. Я, в принципе, когда это случилось, я в Инстаграм, я в сторис рассказала о том, что произошло. Поэтому, девчонки, кто там за мной следит, то, конечно, в курсе. А на Ютьюбе я ничего не говорила и нечестно. Поэтому я сегодня с таким к вам обращением. Но я думаю, что всё будет хорошо, правда. И мы просто держимся, бодримся и делаем всё, что можем. Спасибо вам большое за поддержку.